МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 на Первом Волгоградском канале. События дня. Бюджет Волгоградской области 2016 года верстают с профицитом и снижением доходов на 10%. Многодетные семьи уже три года не могут подступиться к выделенным земельным участкам без коммуникации и межевания. Впервые после назначения новый начальник регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний рассказал о работе. В Волгоградской области готовятся проститься с капитаном воздушного судна, полет которого оборвался в небе над Синайским полуостровом. Сегодня стало известно, что родственники погибшего в авиакатастрофе над Синаем капитана самолета Валерия Немова приняли решение похоронить его на Малой Родине в Руднянском районе Волгоградской области. На похороны, которые пройдут на этой неделе, прибудут жена и сын погибшего летчика. В Руднянском районе проживает 76-летняя Валентина Немова, мама Валерия Немова. После сообщения о смерти сына она перенесла инфаркт. В Волгоградском кардиоцентре ей сделали срочную операцию. Еще один уроженец Волгоградской области Леонид Нацаканов, погибший в авиакатастрофе вместе с супругой, будет похоронен в Санкт-Петербурге. В последние годы семья проживала в северной столице. В Волгограде многодетные семьи, которым, согласно майским указам президента России и федеральному закону, еще в 2012 году были выделены земельные участки под индивидуальные жилые дома, до сих пор не могут приступить к строительству из-за отсутствия коммуникаций и неправильного межевания. Сегодня представители регионального отделения Общероссийского народного фронта выехали в Краснооктябрьский район Волгограда, где недалеко от поселка Солнечной и улицы Краснополянской были выделены земельные участки многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами. Теперь мы не можем строительство начать, так как нет коммуникаций, нет света, нет воды. Это то, что надо для того, чтобы хотя бы как-то что-то начать. У нас получается, что мы даже конкретно не знаем, где наш участок. Вот в такой даже ситуации. Потому что один план не совпадает с другим, и по другому плану у нас сдвиг идет на 100 метров. Неправильное межевание, отсутствие коммуникаций, конечно же, делают эти земли неприспособленными для того, чтобы проводить индивидуальное жилищное строительство. Нужно выполнять указы президента. Давайте назовем конкретно, кто должен этим заниматься. Это Гречина, вице-губернатор, это руководство комитета по управлению имуществом и, соответственно, городские власти. В студии высоты 102 побывал начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Волгоградской области генерал-лейтенант Павел Радченко. В первом после назначения интервью руководитель ведомства рассказал о смене руководства в колонии номер 9 после бунта осужденных, оказании медпомощи спецконтингенту, строительстве новых помещений в учреждениях, организации работы компьютерных классов, подростковой колонии и перехвате запрещенки. К нашей, в общем-то, в радости большую половину мы все-таки вылавлим и успеваем отследить. И вылавлим. У нас большое количество, около 112 административных дел переданы, возбуждены около 10 уголовных дел в отношении тех лиц, которых мы задержали. Но проблема, она существует. Помимо этого, еще есть предательство службы. Полная версия интервью на высоте 102. Сегодня в Волгограде прошли общественные слушания проекта бюджета региона 2016 года. Впервые за многие годы в казне заложен профицит. Он составит свыше 4 миллиардов рублей. Вместе с тем, по сравнению с доходами бюджета области нынешнего года, отмечено сокращение поступлений почти на 10%. Это свыше 11 миллиардов рублей. Столь серьезное сокращение основных параметров бюджета, по уверениям главного финансиста области Александра Дорждеева, не отразится на социальных направлениях финансирования. Активационные мероприятия уже идут из прошлого года по бюджетной сети, по ряду расходных обязательств. Даже, условно говоря, по неиндексации до 1 января 2018 года по уровню государства власти. Это уже порядка 500 миллионов рублей. Ну и очень важно о том, что на сегодня даже в соответствии перевод на информационные технологии проведения государственных заболеваний по этому году уже порядка миллиарда рублей. Большинство присутствующих сегодня на слушаниях по проекту бюджета составили чиновники администрации области, муниципальных образований, а также депутаты как областной, так и государственной думы. Могу подчеркнуть, и я услышал сегодня, что бюджет реальный. Бюджет основывается на тех ожиданиях, которых сегодня департамент финансов предполагает в будущем. Очень большая часть бюджета так или иначе зависит от федеральных поступлений. Это, я считаю, в большей степени вопрос ко мне, как к депутату, представляющему Волгоградскую область, который предстоит работать уже с федеральным бюджетом. Дальнейшая работа над бюджетом региона пройдет уже в стенах областной думы. Проект должен быть представлен законодателем до 16 ноября. На этом все. До свидания.